Из знаменитой книги Аллы Винишникова «Легенда о серебряном колоколе». В Ярославле сохранилась легенда о колоколе церкви святых Петра и Павла, который народная молва считает серебряным. Седой стариною дышит эта церковь, стоит она на горе, далеко бросаясь в глаза своими серебряными главами, сделанными в глубокую старину на панцирный лад. И архитектура церкви, и облицовка её цоколя обливными, очень древними изразцами, с цветами, травами и узорами, показывают, что церковь эта почти ровесница старинному городу князя Ярослава. Залюбоваться можно картинами красавца города из-под Волги, так он наряден, чист, живописен и вместе с тем величав, сияя золотыми главами и крестами своих древних храмов. Когда в праздничный день или вечером накануне праздника зазвонят в колокола на 52 ярославских церквах, то звон этот несётся далеко-далеко по Волге. И прежде, когда тишину Волги не нарушали ещё непрерывные свистки пароходов, звон ярославских церквей слышен был почти за 40 верст. Известно, что по воде звук летит очень далеко. Громко гудит древний колокол на Успенском соборе Ярославля. Ещё могучее раздаётся звон колокола в церкви Святого Власия. Колокола, вылитого на средства жителей Ярославля в 60-х годах и имеющего около двух тысяч пудов веса. Много и других больших и громогласных колоколов в Ярославле, но всех слышнее, всех звонче гудит колокол на церкви Святых Петра и Павла, далеко разносясь своим малиновым звоном. У колокола этого звон нежный и мягкий, как у серебра, и по преданию он весь почти вылит из этого благородного металла. Если есть в нём медь и бронза, то лишь настолько, насколько требуется это колокольно-литейным мудрёным делом. А колоколитом существует предание. Давным-давно жил, будто бы в Ярославле, богатый купец. Разбогател он не столько от торговых оборотов и от судов, которые плавали у него по Волге до самого Каспийского моря, а от различных тёмных дел. Притеснял он бедняков, не жалел ни старого, ни малого, снимал рубашку с пахаря, крал у нищего с уму. Случилось, будто бы ему выезжать со своими приказчиками на Волгу в глухие ночи и грабить торговых людей, которые из Рыбинска отправляли товары к Макарию или же ехали оттуда с вырученными капиталами. Большие богатства накопил купец, и лежали у него деньги не только в мешках, а даже в хлебных закромах. Туда же он сваливал и нажитые нечестным путём серебряные чары, и ендовы, и братины. До глубокой старости беспечально жил купец, но, должно быть, судьба задумала покарать его за злые дела. И вот скрылся неведомо куда единственный сын его, молодец писанный, умница, в торговых делах удачливый, в обхождении с людьми ласковый да обходительный. Говорили люди, что не нравилось молодому купеческому сыну в родительском доме, построенном на людской крови до слезах, и что скрылся он куда-то, бросив отцовское богатство. Сильно тосковал по сыне своём осиротелый купец, переменился, бросил свои нехорошие дела, стал другом всех бедных и угнетённых, принялся жертвовать на церкви и монастыри, принялся кормить нищую братью, а из награбленного серебра приказал отлить большой колокол, который и водрузил на колокольне своего приходского храма. «Пусть этот серебряный колокол, — говорил купец, — звонит о моих злых делах, молитвами несётся к престолу Всевышнего, и пусть когда-нибудь серебряный звон его долетит до слуха моего сына, который может и вернётся ко мне хотя бы для того, чтобы закрыть мои очи в смертный час». И исполнилось желание старика. Вернулся сын из далёких стран, словно действительно вызванный звоном серебряного колокола. Вернулся, как библейский блудный сын, до земли поклонился отцу, совершенно преобразившемуся теперь, стал утешением его старости, закрыл ему очи в смертный час, а потом жил до глубокой старости, сделавшись истинным другом всех несчастных, горьких и обременённых. Потомки этого купца и до сих пор живут и благоденствуют в городе Ярославле. Ярославцы верят, что звон их древнего серебряного колокола не только приятен каждому гражданину, но слышится и тем из ярославцев, которые покинули свой родной город навсегда, забыли его, забыли обязанности по отношению к родному городу и к своей семье. Будто бы мерещится этот звон ярославцу, живущему на чужой стороне, манит его на родину и призывает к исполнению долга гражданина и семьянина. Таково предание о колоколе древнего храма святых апостолов Петра и Павла в Ярославле. Попадались в России и железные колокола, как полагают некоторые, по недостатку меди, а другие приписывают неумению лить. Но эти предположения едва ли справедливы. В России вообще не ощущался недостаток в меди. Что же касается долетейного искусства, оно еще в глубокой древности было известно русским. В наших былинах очень часто говорится о медной палице.